До войны или после войны должны поднять руки и сказать, все, я не знаю, что делать. Тогда они смогут услышать, и мы, соответственно, должны будем подготовить какое-то письмо, обращение и послать, и объяснить им, в чем проблема. Мы должны, мы должны будем это сделать. Будет это принято, не будут, могут выбросить это в мусор, не имеет значения, но мы должны сделать. И так каждый из нас, пока он не обратится, но мы не пишем им, чтобы они обращались к Творцу. Это мы должны сделать. Мы должны обратиться к Нему, потому что Он является источником силы. А что еще может тебе помочь? Тебе нужен свет, возвращающий к источнику, сила отдачи, которая бы находилась над желанием получать, и отформатировала бы его в виде получения. Вся наша работа в том, чтобы мы обратились к Творцу, наша проблема, вся наша свобода выбора. Как я, как можно скорее, могу обратиться к Творцу до страданий? Для чего мне все время видеть, что я не добиваюсь успеха, вновь и вновь, год за годом, чтобы в конце концов, я бы сломался бы и обратился к Нему? Мудрец, тот, кто видит новорожденного, то, что называется, или старец, который ищет потерянное. Я должен смотреть вперед. Для чего мне страдать все эти годы? Что я приобретаю этим? Все это называется путь страданий, если я продвигаюсь только так. Путем Тора называется, когда я сразу же прихожу к свету, привлекаю его через группу, через все остальные средства, и тогда хопа, я понимаю, что делать, и продвигаюсь по ступеням. Для чего мне нужно каждый раз так вот утыкаться раз за разом, падать в грязь? Что мне это дает? Страдания, болезни, удары постоянные, депрессия, давление. Для чего? Спасибо. Спасибо.